Люди, которые больше не общаются со своими родителями. Что стало последней каплей? Я постепенно начал все меньше и меньше общаться с родителями, когда в 15 лет попал в приемную семью. Последняя капля случилась задолго до этого, но юридически я не мог полностью исключить их из своей жизни, пока мне не исполнилось 18 лет. Последней каплей стал, вероятно, день, когда я наконец смог уйти. Мать позвонила в полицию, заявив, что я угрожал убить своих младших братьев и сестер. Я был заперт в своей комнате с тех пор, как пришел из школы и даже ни с кем не разговаривал. Полицейский, который пришел в ту ночь, дал мне возможность наконец оставить эту ужасную и жестокую ситуацию, и я выбрал уход. Когда я спустился вниз с полицейским, мать со слезами на глазах говорила, что я не должен уходить, как сильно она будет по мне скучать и все такое. После всех лет ада и ужаса, через которые она меня провела, я был окончательно сломлен и знал, что как только смогу, я вычеркну ее и ее мужа из своей жизни. Я прекратил всякие контакты в день, когда мне исполнилось 18 лет и не говорил ни с одним из них уже 7 лет. Это одно из лучших решений, которые я когда-либо принимал. Мои родители развелись, когда мне было 3 года. До подросткового возраста я регулярно общался с отцом, но было довольно ясно, что он ставил свою новую семью на первое место. Его вторая жена была безумно ревнивой и ненавидела меня. Мне было трудно понять ее в детстве, поэтому я вырос с огромным комплексом неполноценности. После того, как я уехал из дома, у меня начался период горечи и обиды, и я прекратил общение с отцом. Это продолжалось более 10 лет, пока у меня не родился сын. Отец начал присылать ему подарки на дни рождения и рождество, и я подумал, а почему бы и нет? Пусть увидит своего внука и пригласил его погостить на пару дней. К тому времени он уже развелся и был одинок. Когда отец приехал, нам было не о чем говорить, было неловко. Его багажом оказался пластиковый пакет из магазина, полный бутылок вина. Когда я проснулся на следующее утро, все они были пусты. После того, как он уехал, мы больше не общались. Прошло уже 17 лет. Я слышал, что сейчас он женат в третий раз на женщине, которая разделяет его любовь к красному вину, так что, полагаю, он счастлив. Моя мама внезапно умерла, когда мне было 12 лет. Мой отец сразу начал перекладывать заботу о моем брате с задержкой в развитии и обо мне на любого, кто соглашался нас принять. В конце концов, он убедил женщину выйти за него замуж менее чем через год после внезапной смерти нашей замечательной матери. Новая мачеха не хотела детей и с первого дня дала это понять. Меня выгоняли из дома в 15 лет, потом еще раз через полгода в 16 лет. Мне пришлось вызвать службу защиты детей на своих родителей, чтобы я мог закончить школу, и у меня было место для ночлега. Наконец, когда меня снова выгнали в 17 лет, я ушел навсегда. Закончил школу, живя в однокомнатной квартире с двумя друзьями. Пару лет спустя они отдали моего брата в приемную семью. Они замечательные люди и любят его, но это все равно вызывает ярость. Я ненавижу эту эгоистичную суку и этого тупого ублюдка. Пусть оба сгорят в огне за то, что они так с нами поступили. После развода родителей я всегда чувствовал себя как между двух огней. Мне было около 9 лет. Казалось, что даже после развода они постоянно ссорились и нападали друг на друга. Мое эмоциональное состояние было довольно тяжелым в течение нескольких лет. В конечном итоге я просто перестал общаться с отцом. Он все же звонил мне на дни рождения и по другим праздникам. К 15 годам я начал чувствовать себя гораздо лучше во всех аспектах своей жизни и смог наладить свою учебу в школе. После моего выпускного в школе отец позвонил мне и спросил, хочу ли я приехать в его родной город на день отца. И я неохотно согласился. Затем он абсолютно без всякой причины начал критиковать мою маму. По меньшей мере 5 минут. Все негативные эмоции, которые я испытывал в детстве, все трудности, которые у меня были с родителями, снова ожили за эти 5 минут. И тогда я понял, что именно он был причиной всех этих проблем. Он манипулировал мной, заставляя верить, что моя мама зло, и я почти в это поверил. Я повесил трубку и больше с ним не разговаривал. Прошло уже 4 года. Мой брат умер, и в дни предшествовавшие его похоронам моя мать вела себя настолько ужасно, что я перестал фантазировать о том, чтобы навредить ей, и начал думать о том, как будет выглядеть моя жизнь в тюрьме после ее убийства. В какой-то момент я стоял позади нее на верхней площадке лестницы, когда она снова начала свой монолог о том, что во всем виноват я. Я мог бы ее толкнуть, но вместо этого пообещал себе, что после того, как переживу похороны, я больше никогда с ней не заговорю. В этом году исполнится 10 лет с тех пор, как я с ней не общаюсь. Единственное, о чем я жалею, что я не исключил ее из своей жизни раньше. Моя мать долгое время была наркоманкой. Я ехал 15 часов на автобусе к ней в Иллинойс, чтобы помочь ей закончить некоторые кровельные работы. После того, как работа была сделана, она специально устроила ссору со мной на автобусной станции, не купила мне обратный билет и украла у меня 2500 долларов. В тот момент у меня было, может быть, 30 долларов на счету. Затем она отключила мой мобильный телефон сразу после того, как уехала. Мне пришлось пройти около 8 километров до дома друга. Он и еще несколько моих друзей отвезли меня обратно в Алабаму той же ночью, больше я с ней не разговаривал. Это долгая история, но наше общение закончилось, когда моя мать попыталась подать в суд на меня и мою жену, чтобы получить опеку над нашим ребенком. Любое дальнейшее общение с ней только помогло бы ей собрать доказательства для того, чтобы законно похитить нашего сына. Это назревало долгое время, но последней каплей был момент, когда отец начал меня ругать за то, что я не пришел на семейное мероприятие, хотя я сказал ему, что у меня завал на работе. Я годами подвергался его издевкам. Думаю, это был его способ отыграться на мне за то, что моя мать его бросила. Я просто сорвался на него и высказал все, что о нем думал. С тех пор я не разговаривал ни с ним, ни с его семьей, которая каждый раз вставала на его сторону. Прошло уже 15 лет. Если посмотреть со стороны, это может показаться незначительной причиной. Но мне стало очевидно, что наши отношения с отцом всегда сводились к тому, что я, как все остальные, должны были переворачивать свою жизнь с ног на голову, чтобы он мог ничего не делать. Последней каплей стал его запрос, чтобы я поехал с ним навстречу. Для этого мне пришлось бы ехать на автобусе примерно полтора часа в одну сторону, пропустить занятия, пропустить работу и как-то найти, где переночевать. Я не мог остаться в доме родителей, если только не спал бы в спальном мешке на полу, а у меня не было спального мешка. Все это для того, чтобы мой отец снова мог изображать счастливую семью на публике. Я никуда не поехал, я пошел на занятия, у меня был тяжелый день на работе, затем я спал в своей собственной постели. С тех пор мы не общаемся, отец превращал хорошие дни в несчастные, а плохие в ад. Моя мать любит доводить меня до слез. Думаю, это вопрос контроля, но она всегда отрицает, что это вообще происходит. После того, как она специально заставила меня разрыдаться три дня рождения подряд, я попросила отца, чтобы хотя бы один год я могла избежать общения с ней в этот день. Учтите, что я живу в другой стране, так что это просто означало бы, что я не подниму трубку, когда она позвонит. Отец пришел в ярость, назвал меня неблагодарной, жалкой и так далее, а затем сказал, что его самое большое сожаление – это то, что я вообще родилась. Все это лишь потому, что я хотела провести день рождения без слез. Я просто повесила трубку, не сказав ни слова. Заблокировала номер родителей и электронные адреса, удалила все аккаунты в соцсетях. Прошло несколько лет, и я так благодарна вселенной, что отец сказал мне все эти ужасные вещи, потому что, наконец, осознала, насколько лучше моя жизнь без них. После того, как я сообщил родителям о своем разводе, они сказали мне. Первое. Мой бывший всегда будет для них сыном, и они любят его больше, чем меня, хотя, надо признать, они попытались исправиться и сказали, что любят нас обоих. Второе, что никогда другой никогда меня не полюбит, и я пойму, что разрушила свою жизнь, когда умру в одиночестве. Третье, что они любят меня только потому, что так велит Библия. Четвертое, что они вычеркнут меня из своего завещания и оставят все моему бывшему. Как только я опомнюсь и вернусь к нему, наследство снова будет моим. Они были эмоционально жестокими всю мою жизнь, но я продолжала находить для них оправдание. Все усугублялось тем, что мой бывший тоже был абьюзером. Легко поверить, что ты заслуживаешь плохого обращения, когда все вокруг говорят тебе об этом. В конце концов, я осознала, что хочу быть счастливой, и я просто не могла этого достичь, продолжая поддерживать с ним отношения, а родители никогда не изменятся. Думаю, они искренне верят, что говорили все эти вещи из любви, и не осознают, насколько сильно они меня ранили. Я уехал из дома в 16 лет. Вот некоторые примеры из моей жизни с родителями. Мне не разрешалось находиться в доме, если там никого не было, поэтому мне приходилось сидеть снаружи после школы по 2-3 часа в холодные зимы Миннесоты. Летние каникулы были даже хуже. Мы также жили в 19 километрах от ближайшего города в сельской местности. Мне разрешалось принимать душ только 2 раза в неделю по 2 минуты. Разрешалось есть только ужин, потому что я мог получить бесплатный обед в школе. Это даже не самые ужасные вещи, а просто повседневные. Например, примерно раз в неделю отец заставлял меня собирать весь мусор с ковра. Пух, кусочки травы, собачью шерсть и так далее. Мне нельзя было использовать пылесос или что-то другое, все нужно было собирать руками. Если он находил что-то, я не получал еды. У меня был только один шанс, поэтому он просто смотрел на меня, сидя перед телевизором, пока я тщательно проверял каждую комнату в поисках чего-нибудь на полу. Это было единственное время, когда мне разрешалось находиться в гостиной. В 20 лет я решил попробовать наладить отношения хотя бы с матерью и поехал к родителям на несколько дней. Снова мне не разрешалось находиться в доме, пока их не было. Мне пришлось ночевать в сарае. Еще я не мог есть их еду, но мне об этом не сказали заранее, поэтому я не взял с собой еды. Через несколько дней я уехал и больше с ними не разговаривал. Это было примерно 25 лет назад. Я не чувствую, что упустил в жизни что-то ценное. Добавлю, что у меня был брат, с которым отец так не поступал. Они покупали ему одежду, давали деньги, помогли ему купить первую машину. Так что вся их ненависть была направлена исключительно против меня. Мать украла мои деньги, которые я получал по студенческому кредиту. Я так усердно работал, чтобы поступить в колледж и получить полную стипендию, а она украла деньги, предназначенные на проживание и учебники. Это сделало первый год обучения почти невыносимым, что в свою очередь задало тон на следующие три года. Моя мама умирала от рака. У нее был запретительный судебный приказ против моего отца. Он попытался жениться на ней. Из-за метастатической опухоли она была уже практически не в себе последние шесть недель. Мы помешали этому, но позволили ему навещать ее в хосписе в качестве акта доброй воли. Я получил звонок из хосписа утром в день ее смерти. Нам сказали, чтобы мы приехали как можно скорее, так как она умирает. Мы опоздали всего на несколько минут, потому что мой отец решил полчаса кричать на моего брата за то, что тот накануне вечером запер дверь в свою спальню. Отец не поехал с нами в хоспис. Когда мы позвонили ему, чтобы узнать, насколько он хочет участвовать в организации похорон, он забрал ее документы, банковские карты и телефон, а затем несколько дней притворялся ей в интернете, рассказывая ее семье, чтобы они обращались к нему за правдой. Когда все это произошло, мне было 22 года, а моему брату 19. Этот последний поступок заставил меня перейти от мыслей, возможно, через пару лет у нас будут такие отношения, что я хотя бы буду звонить ему раз в несколько месяцев, к «я не могу позволить этому человеку быть в моей жизни». Он продолжал обострять ситуацию после этого, но тот день стал точкой невозврата. Мои родители давно разведены и ненавидят друг друга, в основном из-за алкоголизма отца. В 17 лет я пошел в армию, чтобы не быть обузой для матери, как-то обеспечить себе будущее. Служил, потому что вступил в резерв, пошел в колледж и в итоге отправился воевать. Когда я вернулся домой в последний раз, я решил попытаться наладить отношения с отцом. Поехал к нему домой, подумал, что мы сможем нормально поговорить хоть раз, так как было еще рано и он не мог бы быть пьян до 10 утра. Я ошибся, первое, что он сказал… «Сколько гаденышей ты замочил?» Я просто посмотрел в землю и понял, что это бесполезно. Несколько лет спустя я встретил девушку своей мечты и обручился. Когда я пригласил его на свадьбу, ответа не было. Я позвонил ему и спросил, получил ли он приглашение. Он сказал, что получил. Я спросил, приедет ли он с моей бабушкой, и он сказал, что нет. А это значит, что у бабушки не будет возможности добраться. Когда я спросил, почему он не приедет, он ответил… «Потому что мы не настолько близки». Если быть справедливым, мой отец тоже ветеран и по всем рассказам немного помешался во Вьетнаме. Но я сказал ему, что когда и если он решит протрезветь, я буду готов взять трубку. Кажется, он и ехал из штата, когда мне было 12, а в следующий раз я услышал о нем только на свой 21 день рождения. Это было жалкое письмо о том, как сильно он по мне скучает. Я ответил что-то в духе «Слышь, ты мне должен 100 тысяч за алименты, и это не я сменил адрес и номер телефона в 2002 году». Он снова написал какой-то бред полной саможалости, а теперь я стараюсь игнорировать его ежегодное сообщение, портящее мне день рождения. Она бросила меня, когда мне было 3 года. Сучка завела новую семью без меня, поэтому я не общаюсь ни с ней, ни с ее родителями. Они оба бросили меня в детстве и оставили расти в детдоме. У меня нет никакого желания с ними общаться, хоть уже несколько лет они оба по отдельности пытаются выйти на связь. Они мои родители только биологически, на этом все. Я не видел своего батю около 7 лет. Он был ужасным отцом, который бил мою мать на протяжении всей моей жизни и даже до моего рождения. Мама дважды отправляла его в тюрьму, но всегда возвращалась к нему, думая, что для меня будет лучше расти с двумя родителями. Последней каплей стало то, что мой отец набросился при мне на маму, она сбежала из дома вместе со мной и получила охранный ордер. В этой истории много других мерзких деталей, но я не хочу вдаваться в подробности. Этот трус сбежал из дома с ценностями до того, как полиция появилась у двери, чтобы его вывести. Я так счастлив, что он ушел и надеюсь, что никогда в жизни больше не увижу этого куска дерьма. Моя мама изменила папе и они развелись. Я пытался поддерживать обоих, пока мама не начала говорить о том, чтобы я жил с ней на постоянной основе, познакомился с ее новым мужчиной и фактически прекратил общение с отцом. Это было неприемлемо, но я все равно старался быть рядом. Вскоре я узнал, что она сидит на порошке. Ладно, с этим можно смириться, но потом она начала просить у меня 14-летнего деньги, которых у меня не было. Вскоре ей стало плевать на меня, ведь дело было больше в алиментах, которые она получила бы, если бы я стал на ее сторону. Я пришел домой с выходных у мамы и застал отца в сильном запое со стволом на столе, рыдающим. После того, как я увидел, как это его разрывает и как мало моей маме было до этого дела, я решил прекратить с ней общение. С тех пор прошло почти 15 лет и я не жалею о своем решении. Когда я выбирала свадебное платье, я смотрела на бесформенные закрытые модели, чтобы мой отец не вел себя мерзко и не лапал меня, не делал отвратительных комментариев о моей внешности. Мысль о том, что он поведет меня к алтарю, вызывала у меня тошноту. Потом я подумала, какого черта, просто не приглашай его. И я не пригласила, мы с мужем обручились. С 2019 года я не общалась с отцом и моя жизнь никогда не была лучше. Мои родители постоянно пытались заставить меня развести с женой, с которой я вместе уже 15 лет. У моей жены биполярное аффективное расстройство и она восстанавливается после очень травматического детства. Я понимаю это и поддерживаю ее даже в трудные дни. Мои родители считают ее психопаткой и не стоящей моего времени, несмотря на то, что именно с ней я стал счастливее всего, и мы усердно работаем над нашими отношениями, несмотря на личные проблемы и недостатки. Родители видят это так, она больная, брось ее, и это ужасно. Я горжусь тем, как далеко моя жена продвинулась за годы, что мы вместе, и когда родители поставили меня перед выбором, она или мы, я перестал с ними общаться. Одна увела моего ребенка и пыталась вовлечь в секту. Вторая мать потеряла рассудок, слышала голоса и без спроса обрезала моему ребенку волосы, что вызвало кучу проблем. Матери в моей жизни постоянно подвергали моих детей риску. Я не хотел таких строгих границ, и мне надоело пытаться их исправить. Мой отец бросил маму и меня, когда мне было два года, и развелся с ней дистанционно, когда мне было шесть. Когда мне исполнилось 30, я нашел его, и мы начали общаться. Он рассказал мне о брате, который у меня был, и создавал впечатление, что я являюсь частью семьи. Когда мы разговаривали по телефону, он всегда рассказывал истории про моего брата. Примерно через полгода я понял, что он никогда не позволял мне встретиться или поговорить с братом, и заподозрил, что он никогда не говорил моему брату обо мне. Я озвучил это, отец разозлился и сказал, что это обидно, но в конце концов признал, что это правда. Мой брат вырос и не знал о моем существовании до своих 20 лет. Отец всю свою жизнь скрывал свой первый брак и ребенка от своей второй семьи. В итоге я встретил своего брата, и у нас хорошее отношение, но отец больше никогда не разговаривал со мной, потому что, по его словам, раскрытие его лжи было самым ядовитым поступком, который он когда-либо переживал. Он был педагогом всю свою жизнь, и когда умер, меня даже не упомянули в его некрологе, хотя там говорилось о том, как он всю жизнь помогал детям, кроме своего собственного ребенка. Что ж, спасибо, что посмотрели этот ролик до конца. А вы слышали о подобных историях? Обязательно пишите их в комментариях. А пока предлагаю посмотреть наши предыдущие видео, которые вы увидите вот здесь. Обязательно подписывайтесь на наш канал, ведь у нас еще много подобных историй. До встречи! Субтитры подогнал «Симон»!